Всем привет, с вами Артём, и сегодня мы поиграем в Vidal Castle. В общем, это тот же Tower Defense, у нас есть наша база, где тут пока что 3 героя, я так понимаю, возможно 4, или может даже 2 ряда героев, не знаю. А вот, лучники, которые у нас есть, скиллы, я тут уже 2 в монетки вкинул, ну, 3 пока 100 и 481 уровень нужен, чтобы пройти. Но, судя по всему, раз, два, три, четыре, 12 штук, по 20, скорее всего, будет. Это сколько? По 20, 12, 140, если у меня всё правильно, на сотом откроется, ну ладно, окей. А, мы сейчас посмотрим даже, на скаком. Открывается специально с кораблём, ух ты, не знаю, что это. Также немножко прокачал замок, давайте повоюем немного, на второй скорости, сразу же. Так, тут, кстати, приходится 2 раза нажимать, чтобы способность заюзать, но, ну, не считая пушки. Пушка тут за раз бьёт, 20 маны, давайте, ну, 20, о, первый босс, на третьей волне уже. Эй, 20 маны, власть, ребят, закрошите его нафиг. Ой-ой-ой-ой, е-бой мы вытащили прямо на последних, ух ты, надо забрать. Так, всё, косарик мы получили, и у нас есть ещё, давайте ещё денежек больше возьмём, больше денежек лучше. Тут у нас что? Перезарядка героев, восстановление маны я бы... Ух ты, восстановление маны есть. Вот это я бы взял темку. Так, ну, у нас есть замок и лучники, но также у нас появились башенки. Их, как мы видим, будет 4 штуки, и башенок много разных. О, ну, у нас на старое древо не хватает, а, продумаю, старым дополнением опыт 10. Но у нас всего косарива нам не хватит, а монолит что даёт? Так, периодически призывает каменностража, атакует врага на протяжении 20 секунд. Призывает каменностража конструкт. Ууу, неплохо, 30 атаки. Я не знаю только в какой у него кулдаун. Ну ладно, ну может он сразу просто одного призывает. Так, башня, у нас косарь, у нас есть башня льда, я её куплю. Атака замедляет 2 секунды, окей, всё. Поставим её, посмотрим, как пойдёт. Башня атакует? Да, башня атакует, прекрасно. Давайте сразу же. Героев также можно прокачивать, только я вот не помню как. Так, выпустим воинов. Вот не нравится мне, когда у воинов есть конкретное количество очков. Давайте, уйди, пожалуйста. Икспул, наверное, вкачаем немного, чтобы было. Так, у нас 600 монет, давай замок прокачаем. У нас сразу же прям прокачка пошла. Давай, во, лучников больше. Герои, да, слушайте, я помню эту игрушку. То ли в этом формате, то ли не в этом, то ли у меня она была на канале, то ли не была. Но героев тут тьма. И кажется, я реально не помню, была она у меня на канале или нет. Но я помню, что что-то я видел такое похожее. Либо какие-то герои... А, всё, я вспомнил, это из Tower Defense. Tower, Tower Land или Tower Defense, не помню, как игра называлась. Мага, я помню, чувака с волной, я помню. Он смывал волной вроде всех. Призывает волну, отбрасывает всех. Да-да-да-да-да-да-да. Кажется, я уже снимал эту игрушку. Но я не помню, это было давно. Но обновление выходит со всех моментов, да. Так что новенькое всегда будет. Так, пятая волна с орками. Ну, как видите, рыцари вытаскивают спокойно. Да. Так, а там череп прыгает на нас. Всё правильно. Но нам всё нипочём. Но у нас замедлялка стоит, заморозка. Поэтому это имба, он даже дойти не успел. И мы получили свиток. Погоди, город? Что там в городе? Золотая шахта? О-о-о! 45 в минуту будет производиться. Доход 5. Окей. Так, ну я покупать свитки не буду. Да, слушать. А-а-а! Я понял, откуда я знаю эту игру. Я когда-то давно играл в неё на мобилке. Тут пока закрыто. Тут на 20 волне, короче, откроется кораблик. Мы будем бегать, собирать. Всё, я вспомнил эту игру. Я вспомнил эту игру. Да, я играл в неё, но на мобилке не на теле. Ну, я её не снимал. Я просто в неё играл. Я вспомнил этого, который будет с волной смывать. Да, более-менее я тут вспомнил, ребят. Ну так. Относительно. Главное, чтобы сейчас деньги шли. А остальное, в принципе, не сильно важно. Сейчас мы хотя бы до 10 волны дойдём. О! Так, стоп. Блин! Профукал момент. Ладно. Что? Недостаточно очков талантов? Подожди, в смысле? Так, у нас рюкзак какой-то появился. У нас сундук есть. Взять. А! Зачем мне? А чё вы мне предлагаете? Сундук. А, ясно, понятно. Письма. Угу, угу, угу. У нас есть ещё одна игра. А, ну это понятно. Так, что-то монет. Давай ещё. Да, ещё одна башенка. Ну, у нас вроде денег пока нету, поэтому... Всё, что там остальное... Ну, типа, я хочу себе взять топовую башню. Сейчас смысла брать какую-то фуфловую нету. Не, ну есть, конечно, смысл хотя бы тысячу набрать. Взять какую-нибудь фиговенькую башенку. В надежде на то, что она будет хотя бы более-менее накатывать по врагам. Но у нас всё равно нет денег. Но сейчас будет. Так, всё денежки мы взяли. Прекрасно. Так, да. В монетки вкладываемся. Всё как обычно. И у нас теперь аж целых... В смысле? А где деньги? Чё в смысле? А куда делись деньги? Я же за рекламу получил. Не понял прикола. Сейчас. Эмм... Странно. Ну, это мортира атакует национально по области. Да, прикольно. Но я башню Тесла возьму. Когда мы её накопим. Только почему у меня бабки исчезли? Хороший вопрос. Я за рекламу посмотрел. Мне бабки не дали. Прикольно. Давай, выпускай этих ребят. Они сейчас всех разорвут. Вот. Эта пушка стреляет просто рандомно. И всё. Ну да. Тут они нас побьют немножко. Но у нас хп много. Поэтому мы не переживаем за это. Вы же видели, да? Что мне дали ещё новичку характеристик. 85... А, подожди. Это вот эти монеты. 80 из 50. Это... Не, 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 не. Это не то. Шахту за косарь можем улучшить. А, недостаточно чертежей. Убейте больше боссов. Да, надо боссов крошить точно. Так, нет. Магазин нам пока не нужен. Давай в замок перейдём. И посмотрим на героев. Ну, огненный маг, естественно. Огненного ледяного взять. Мага молнии взять. Тёмный маг... Да, так, обрушает 30 урона на 6 секунд. На тварь обрушается 30% увеличение урона на 6 секунд. Их можно ещё и прокачивать. То есть... Ээээ... В дальнейшем они будут ещё вкачиваться. Но это лучники. Типа неинтересные. Эээ... Так. Перезывает 25%. Так. Переработать 25% урона в здоровье при каждом ударе. Ммм... Нет. Спасибо. Увидишь, что урон лучников на 50 на 3 секунды. Не знаю, как это хорошо, плохо. Защита замка плюс 10. Ну, да. Я иду от атаки. Я дополнительное золото 5%. Я пойду именно от атаки. Я не пойду от защиты там и всей вот этой билиберды. Вот этого парня по-любому надо брать. Прилив. Вызывает разложительный орб. Нанося 400 урона взрывом при попадании. Вот это, кстати, тоже хорошая тема. Вот. Но такое себе сейчас. Да, герои, конечно, тут интересные. Так. Призываю 4-х... Так. Ангельских воителей. Нанося 150 урона на 20 секунд. Прикольная штука. Ну, посмотрим. Обязательно. Так. Погнали дальше в битву. Повоюем немножко. Раскидаем ребят. Призовем ребят. Пока смысла нету. Юзать ничего. А вот это можно. О, очки талантов получили. И черепочек. За это реклама получил деньги. Вообще красота. И таланты, естественно, вкидываем сюда. Так. У нас получается есть 4 800. И я беру себе Тесла пушку, наверное. Башня огня. Это что дает? Выстрелить по прямой огненным залпам. Ммм. Казармы. Перейдись. Нет. Мне не нужен вызов. Так. Пора подумать. Ход битвы. Дополнительное золото. Дополнительный опыт. А монолит призывает големов. Я ставлю на Тесла вышку. Мы возьмем Тесла вышку. Так. У нее быстрая атака. Но есть большой урон. Угу. Полтора скорость атаки. А там 0,5. Но мне вот это интересует еще. Ну, давайте пока 3000 у нас есть. Возьмем. Нет. Стоп. Подожди. Мы берем Тесла. 2 500 прокачать ее. Дороговато. Но у нас есть шанс купить героя еще одного. За косарь. Я хочу взять вот этого. Пока что. Да. Тут есть повышение. Ветки 3. Как раз таки развитие. По молниям, шмолням и всему остальному. 750. Ну, тут 750, кстати, вроде бы всех. А нет. Тут даже 1250. 600. Ну, ладно. У нас уже два героя. Давайте протестим оба электрически. Уроном лупят. Я смотрю, лупит она. А, ты просто лупишь электрическим залом. Да. Десятая волна. Сейчас герой придет. Нам надо будет его выносить. Точнее, босс. Слаймик. Мы выпустили отряд. И они его еле-еле выкрашивают. Но мы выиграли. Получили свиток. И еще одну монетку. Что ты хочешь от меня? Чтобы я прокачал... А, повысить надо. А-а-а-а. Я не хочу. Я не хочу. Для получения самых сильных навыков нужно повышаться. Я понял. Но зачем его? Он же бесполезный. Ну... Типа... О-о-о-о. Та-фак. Зачем? Что ты сделал? Зачем ты это сделал? Скажи мне. Так. О! Ежедневная награда. Спасибо. Награда 14-го дня? А, стоп. Окей. 30 монет мы получили речо. Ясно. А в город. Кассер нас есть. Да. Увеличиваем доход. Гномики сейчас... Открыт. А, новинку. Замок 20-го уровня. Точнее, скоро будет у нас. Давайте еще пару битв. О, сразу быстро идут. Лови снаряд. Надо маны больше. Давай, теперь более крепких ребят отправляем в бой. Ну да, как видите... О, у нас не хватает маны. Ну, у нас есть пушка, которая неплохо наваливает. Давайте пятерочку поставим и не будем... О! Так. Вас не затруднит оценить. Да, за 5000 почему нет? Да, я получил свои законные 5000. Что меня уже радует. И я хочу прокачать замок. Да, мы получаем еще немного прокачать его, чтобы получить еще как минимум 2 башенки для героев. Которыми у нас будут... Тут тоже вот рыцари. 6 рыцари, нанося 120 урона за 20 секунд. Да, тут у нас 7 копейщиков на 100 урона. Но у меня, естественно, копиление будет на мага и вот на этого. Лесной дух. Что, подожди, лесного духа вроде не... Или был. Так, вызывает 4 ядовитых кометы, нанося 150 урона и снижая защиту монстров на 10 на 2 секунды. Ну, посмотрим, может быть. Да, может нет. У нас плюс 10. Прикольно. Но башни, как вы видите, не прокачались. Ничего не прокачалось. Мы просто взяли чуть... А, ну у нас маны больше стало, в принципе. Да, тупо маны больше. И все, и мы из-за победы получаем, конечно, монетки. Так, на этот раз я получил денежку, что меня уже радует. И давайте мы еще сейчас вкачаемся немного. Так. Ну, золота недостаточно. Ну, да ладно, сейчас гномики принести должны. Все. То есть у нас теперь лучники 3. Пока что, но будет скоро 4. То есть у нас 8 героев будет, которые будут нехиленько наваливать. Ну что ж, давайте пока мы, наверное, еще пройдем волну. Одну, как минимум. Да, давайте до 15 дойдем, посмотрим, как там с боссами, с моссами и все остальное. Просто чем больше у нас уровень будет, тем же нам лучше. Хотя, с другой стороны, перезарядочку героев-то надо было притормозить. Просто башня Теслы, как вы понимаете, она будет лупить по области в будущем. То есть она как бы очень нам... Уйдет сюда. Очень нам полезно. Сейчас мы хотя бы до десятки вкачаем сюда-сюда и ману потом восстановление. Так. А это... Что? А, это мне не надо, спасибо. Тысяча монет. В принципе, в принципе, маг огня создает огненный заряд на все 200 урона. Вообще-то хорош. Если уж на то пошло. Ледяной маг, огненный. Они очень хороши, как я помню. Так, уменьшает остаточный перезарядки героев. Но это неинтересно, мне спасибо. Дроу, так, высвобождая череду 30 стрел по 100 урона за каждую. Это, кстати, прикольный герой. Тоже я помню, вроде. Там его вкачать можно. Кентаврик, упускать 10 стрел, которые случайным образом попадают в монстров. И каждая из которых носит 700 урона. То есть это прям хороший герой. Ну, короче, все за десятку, которые стоят, они в принципе, в принципе, шикарные герои. Это, типа, вместо нашего первого. Призывает 4 ангельских воинов, нося 150 урона на 20 секунд. Они, в принципе, все эти герои очень классные. То есть их смысл есть брать. Ну, потому что они, типа, дорого стоят. Если их правильно прокачать, то можно будет очень нехиленько наваливать. За счет этих ребят. Ну, естественно, семеро, да, хорошо, конечно, я все понимаю. Но эти за 10 тысяч будут очень сильно дамажить и очень сильно нам помогать во всем. Погнали. Следующую битву сразу. 15-й как раз. Вот, здесь выйдет еще один босс. Посмотрим, что это за чудик будет. Ну, и денежки, естественно, на нем срубим. Сможем нашу базу прокачать хотя бы немного. Вот я, кстати, не помню. Тут как с АФК вообще? Идут денежки от волн АФКшных. Или не идут. Ой, смотри, как мы молнии ему продамажили. Это хорошо. А случники неплохо дамажат задний ряд. Они прям... Опа. А вот это я помню. Вот это я помню. Да, скрыто, скрыто. Всякие... Короче, да. Это снаряга, как в... Тоже игрушка у нас была. Я не помню, как она называется. Но это скрыто. Это големы вызывать. Как я помню. Это големы разного типа. Это у нас призванных людей. Урон призванных людей. Людей. Призванных людей. Вроде как это важно. Лучники наносят яд, урон и снижают защиту твари на 10 на протяжении 2 секунд. Это артефакты разного прикола. Вот тут есть за 10 миллион. Увеличит общий доход в золоте на 10. Увеличит максимум на 10. Это, кстати, штука понадобится. Вот. Урон лучников на 20. Крит урон лучников на 50. Шанс критического урона на 5 для всех юнитов. Стоит 10 миллионов. Да это артефакты нам как до луны. Перезарядка это понятно. Доход от колонии, кстати, плюс. Что хорошо. Ну, тут много разных артефактов, до которых нам как до луны. Ну что ж, давайте пока мы на этом закончим. Я немножечко пофармлю. Даже вон сейчас вкачаю тут башенку слегка. Ребят, добавлю, чтобы их побольше было. Да, немножечко пофармлю. Мы сейчас на 15 волне. Вроде как, только прошли ее. То есть где-нибудь на 40, на 50 волне встретимся. Я уже более-менее подраскачаюсь. Кстати говоря, мы тут могли же, да, 2000 потратить и получить еще плюс. И на 20 волне как раз у нас откроются всякие... Так, взять городской чертеж. Но это пока далеко. Тут еще какие-то шахты откроются или еще что-то там. Ну, короче, много чего интересного будет. Игрушка, в принципе, интересная. Тут развитие прилично. Всяких приколюх тут много. Так что всем, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.